О подвиге Алексея Моресьева, летчика, вернувшегося за штурвал истребителя после ампутации обеих ног, знал каждый советский школьник. Хрестоматийная повесть о настоящем человеке Бориса Полевого очень близка к биографии летчика, но не лишена художественного вымысла. Это касается не только фамилии. Автор изменил ее с Моресьев на Мересьев. В повести говорится, что после операции главный герой проходил реабилитацию в Подмосковье. На самом деле Моресьева доставили на реампутацию в ИВАК-госпиталь 3999 в Куйбышеве, а затем он проходил реабилитацию в санаторий имени Фрунзе. Сегодня это санаторий имени Чкалова. Там он учился танцевать на протезах, инструкторы лечебной физкультуры, в фильме. Это было в санаторий проходило. И там же, когда добро получили, напротив, напротив, через Волгу, в Рождественную, для него подготовили, соответственно, истребители с ручным управлением. Значит, после этого, соответственно, сбил 7 немецких истребителей, после этого стал героем Советского Союза. Олег Григорьевич Яковлев сегодня почетный начальник областного госпиталя ветеранов. Госпиталь является правоприемником того самого, где Алексей Моресьев проходил лечение и реабилитацию в Куйбышеве. В канун 45-летней Великой Победы он ездил на прием к легендарному летчику Москву. В 1989 году Моресьев был заместителем председателя Всесоюзного комитета ветеранов войны. Тогда герой Советского Союза помог в поставке медицинского оборудования. После его обращения в Минздрав Куйбышевский госпиталь был оснащен японским аппаратом УЗИ. Он встал из-за стола навстречу мне, обнял меня. Я впервые увидел, потому что кадочников в фильме, игравший Моресьев, был высокий. А настоящий летчик-истребитель, конечно, он должен быть, как и космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, маленького роста. Взял два стаканчика и мою бутылку водки за славный город Куйбышев, которым мне вернули, поставили на искусственные ноги и научили летать. Алексей Моресьев прожил долгую и плодотворную жизнь. Много помогал и ветеранским организациям, и лично каждому нуждающемуся. Он стал образцом мужества и несгибаемой воли для всех советских людей, исполнив свою мечту – летать, несмотря ни на что, во имя Великой Победы. Олег Зверев, Сергей Баскин, События.